Ребят, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим перевод от Джоша Зо Гейгук, реинкарнация безработного, мастер-класс по созданию Исикая Лайкосик, подписочка, колокольчик, привет, ссылочки на оригиналы будут в описании Вот и на перевод, и на оригинальный оригинал, и топ, поехали смотреть Благодаря поддержке патреума, спасибо всем, кто нас поддерживает Зима 2021, безусловно, напомнила мне, почему я фанатею от аниме Атака Титанов оставляет свой след на поп-культуре, магическая битва становится лучше и лучше с каждой серией Хариме самое умилительное, что есть на планете, чудо-яйцо врезается в глубины моей психики, а еще есть маг-целитель Хинтайная катастрофа, но когда я выбирал о каком из этих сериалов я хочу поговорить сильнее всего Я раз за разом возвращался к мусёку Тэнсэй, реинкарнации безработного Исикай сезона Если вы впервые на канале, привет, я люблю Исикай, да, даже плохой И мои отношения с жанром на канале выглядят приблизительно вот так Ладно, ребят, пора обсуждать очередной Исикай О боже, нет, Гегук, прошу Знаю, вам надоели мои разговоры про Исикай, мне самому надоели мои разговоры про Исикай Но после относительного... Но остановиться я не могу В прошлом году вышла реинкарнация безработного и показала нам, насколько особенным может быть этот жанр Так что я о ней поговорю Рудус Грейрот, новорожденный ребенок в фэнтезийном мире Заценив мамины буфера, он осознает, что он владенец И его первыми словами в этом мире были... Никто не знает, что Руди на самом деле 34-летний мужик, сохранивший свою память Он переродился после того, как умер, когда... Забыл, как это произошло Как же это произошло? Я разбил грузовик Из-за этого его семья не позабевает, что родившийся у них ребенок постоянно хорни Но, когда подрастет, он вскоре поймет, что он не один здесь хорни Вот его папа По сути, он герой хентая Он хорни Вот его мама, она часто кувыркается с папой, ведь она хорни Вот его горничная Она тоже хорни Население этого мира в целом весьма хорни Со временем у него появляется учительница Она... Насоверно нормальная Я о ней ничего не скажу Шучу о маме хорни Так и начинается вторая жизнь Руди Он медленно растет, узнавая про магию и этот новый мир И открывает для себя прелести трусиков, Рокси Из этого можно сделать религию Никто, кто ничего больше не знает Такой синопсис может показаться очень заурядным И, возможно, вы задаетесь вопросом Что же отличает этот сюжет от всех исикаев, что вы видели? Да Да Что же? Да Достойный аргумент Все, пошли смотреть Я смотрела и читала рано бэхо Дедушка современного исикая Или как бабушка Или как отец Или дядя алкоголик, делающий неуместные замечания Племянница на семейных праздниках Она популяризировала многие сюжетные ходы исикая А социального задрота убивают Фэнтезийный мир с магией Бля, тут даже есть грузовик кун на стажировке Не хочу хвастаться, но... Я следил за ним до того, как он стал известен Знал, что это будет бомба Очень легко заявить, что это произведение первопроходит с жанра, но плохо состарившийся Ведь когда-то оригинальные ходы стали надоевшими клише Однако, Реинкарнация – один из немногих исикаев, что я видел, где в знакомых ходах есть смысл Потому что один из главных вопросов, что у меня всегда возникает Зачем исикаю нужно быть исикаем? Многие ранние истории в жанре были про приключения персонажей, пытающихся вернуться в свой мир Двенадцать королевств, здесь и сейчас, даже ёбаные дегимоны У этих сериалов есть причина быть исикаем Ведь в них сюжет движет стремление вернуться обратно Но со временем этот сюжетный ход куда-то пропал Персонажей не интересует возвращение в предыдущий мир А основная причина для истории быть исикаем теперь такова Эй, Тейт, ты лузер из задрот, желающий поставить себя на место безликого героя? Глянь на этого безликого лузера из задрота На самом деле он умный, талантливый красавчик, но не переживай об этом Он лузер из задрот совсем, как ты Теперь он в новом мире, и поблизости от него одинокие красотки Он непобедим благодаря одной простой уловке, из-за которой все злодеи его ненавидят Да-да, это всё, на что ты надеялся Так что прыгай под грузовик уже сегодня и переносись в мир своей мечты Звание 1-800, убейте меня и заказывай грузовик Звони сейчас, и мы даже такими лолидаром И всё это время я не понимал Какой там номер был? Как мы, блядь, дошли от точки А к точке Б И смотря реинкарнацию безработного, я понял, что она всё это время была недостающим звеном Руди в предыдущей жизни был не популярным, а социальным затворником Над ним издевались, он травмированный социофоб Это заставило его закрыться от мира и стать тем, кем он стал Уродливым, никчёмным отбросом, который весь день смотрел аниме, играл в видеоигры и дрочил на хентай Гляньте на него, разве это герой на чём месте хочется оказаться? Уродливые блюда, которого даже в хентай не взяли Небось, сервер на дискорде модерировал Его характер не меняется по волшебству Модеры такие, не понял С ним осталась травма из прошлой жизни Он реально, реально хорний Ведь у него не было личной жизни И он смотрит на девушек, как на любовные интересы из эротических игр Он не безупречный оплод праведности, как все остальные герои Исикая Но теперь у него и есть любящая семья Люди, которые готовы дать ему шанс и возможность начать заново О том, кем он был до реинкарнации, просто так не забывается Напротив, это играет активную роль в формировании того, каким он станет в этом мире Он хочет стать лучше из-за того, каким он был раньше, а вовсе не вопреки этому У этого Исикая есть убедительная причина Быть блядским Исикаем Я не говорю, что это первый Иси... Блин, это я понимаю аргументацию очень Круто, объяснил Что туда было такое? Даже я не собираюсь защищать Например, не знаю, насколько это легально, когда 30-летний парень в теле ребенка По сути, с детства воспитывает свой любовный интерес в идеальную будущую жену Но это ужасно напоминает то, что называют словом «груминг» И такое незаконно и или порицается в большинстве стран мира Не терпится, когда это станет объектом ненависти Твиттера Но послушайте, я не говорю, что его поведение есть оправдание И не отрицаю, что время от времени творятся совсем странные вещи Он что, реально только что сказал восьмилетнему предупреждаться? А нельзя ли всех в этом сериале? Ну, я хочу сказать, что не обязательно поддерживать... Он еще и вино пьет 8 У меня аж просто слезы Но не им единым К примеру, его папа, по сути, бывший герой Гаремника Скользкий тип, совершающий сомнительные поступки Но он старается быть хорошим отцом и подавать хороший пример сыну Пусть он далеко и не образец для подражания А еще истерис Она маленькая засранка Настоящая магия сериала в любви, которая вложена в персонажей и в окружающий их мир В сеттинге и концепции нет ничего такого уж особенного Но нельзя не заметить, с каким вниманием к деталям подошли ко всем аспектам истории Чувствуется, что все персонажи – настоящая живая часть этого мира Они забагованы NPC из Обливио, но для заполнения пространства Если вы заинтересовались и теперь ждете, когда я расскажу о сюжетном крючке, который вас подцепит Что ж... Пока что его не наблюдается Итак, в общем, я написал эту фразу и последующий параграф Несколько недель назад до того самого сюжетного крючка После которого... Мой аргумент полностью накрылся пиздой Я хотел сказать, что некоторым может показаться, что сериал медленно разгоняется Ведь, особенно в начале, мало что по сути происходит По большей части Руди просто живет своей жизнью и растет Временами кажется, что это сериал в жанре повседневность Но основа так хороша, что мне все равно были невероятно интересны персонажи и мир А теперь, после большого поворотного момента, они увлекли меня еще сильнее Сериалу не нужны масштабные события, чтобы многое сказать или сделать что-то интересное К примеру, в одной из серий Руди подстраивает похищение, чтобы преподать урок своей цундеры Потому что бла-бла-бла-бла Короче говоря, похитители оказываются настоящими Ему приходится ее спасать, в него бросают меч, и он чуть не умирает Но, конечно, в последний момент его спасают, что неудивительно ни для меня, ни для кого-либо еще Удивился же я тогда, когда Руди под ноги упал окровавленный, обезглавленный труп И впервые за все время Руди ничего не сказал Ни тебе чрезмерной паники, ни внутреннего монолога, лишь шокированный взгляд, в котором читается «Вот черт! Передо мной лежит труп!» Этот маленький момент заставил меня понять, насколько я воспринимал подобные ситуации как должное Когда видел их в других иссякаенных историях, и этим очень многое сказано Несмотря на более легкий тон первых серий, это небезобидный мир японских ролевых игр Люди умирают, людей могут убить, и это может быть жестоко И ты тоже можешь умереть И Руди реагирует, так как отреагировал бы любой из нас Он 30-летний затворник, который только что увидел свежий труп И на фоне того, как непринужденно ведут себя окружающие Означает, что для этого мира такое зрелище не редкость И это идеально задает тон для сеттинга и показывает, что можно ожидать в будущем Не мрачняк, не эдживость, а реалистичность Этим мне и понравился сериал Он невероятно приземлённый, несмотря на то, что местодействие, казалось бы, знакомый, клишированный и сикайный фэнтезийный мир И он говорит всё, что хочет сказать, не всегда полагаясь на диалоги, хотя их в нём и дохуя Он знает, когда говорить, когда показывать, и когда следует делать и то, и другое И хотя сеттинг кажется нам таким знакомым Этот мир создан и показан с такой любовью, что приятно просто находиться в нём Обычно я не останавливаюсь на продакшене, поскольку мало что могу сказать помимо Анимация хороша, и сцены боёв красивые, и музыка издаёт приятный шум Но здешний продакшен по какой-то причине кажется особенным по всем параметрам Реинкарнация безработного сделана студией Байнт Новой студией сформирована из студии Уайт Фокс У её сотрудников, похоже, есть большой опыт работы над сикайными сериалами И чёрт возьми, они должно быть собрали вместе Мстители от миросоздателей Сикая, потому что сериал выглядит и звучит невероятно Согласно интервью с продюсерами, эта студия была сформирована специально для реинкарнации безработного Это не только безумие, но и показывает, что кто-то охуенно сильно верит в этот сериал Название студии Байнт не передаёт то, насколько хороша их работа Типа, ебать, эта анимация так будоражит мою студию фантазия, что, откровенно говоря, студии Доги следовало бы сделать мне бонг За неимением лучшей формулировки, по сериалу не скажешь, что он создавался для телевидения Знаете, иногда смотришь фильмы, занимая франшизой, и местами кажется, что это просто длинная серия Или пачка серий, склеенных вместе Потому что пусть бюджет стал немного больше, он не смотрится достойным большого экрана А тут противоположный случай Это телесериал, который так и просится на большой экран И я не об одной хорошо анимированной сцене или одном волшебном моменте Весь сериал целиком ощущается как постановка более высокого полёта Он не оставляет сомнений в том, что в нём заключена магия кино Такая вот она, реинкарнация безработного Пока опасения у меня вызывает только одно Я не знаю, сколько продлится это аниме Прямо сейчас подтверждены 23 серии в этом году И, судя по тому, что история совсем не спешит, мы затронули лишь малую её часть Я молюсь Богу, чтобы студии Байнт удалось экранизировать как можно больше Ведь даже не читая наперёд, я понимаю, что ещё многое предстоит рассказать И будет жаль, если история останется недорассказанной Ведь, смотря этот сериал, я заново влюбился в Высекай Мусёку Тэнсэй — это не просто история парня, переродившегося в фэнтезийном мире Этот парень получил второй шанс заняться чем-то получше и стать тем, кем он не мог стать раньше И после того, что он переродился в фэнтезийном мире Нам показывают, что сколько бы тебе ни было лет, никогда не поздно изменить свою жизнь Никогда не поздно стать лучше Никогда не поздно для истории взросления И после всех непобедимых героев, фантазии о могуществе и бесконечных гаремов Смотря этот сериал, я задумался, не в этом ли всегда заключалась вся суть Иссекая Не просто очередное приключение в другом времени и в другом мире А, может быть, шанс на другую жизнь Спасибо за просмотр Я на середине, у меня просто проступили слезы, потому что я не знаю почему, но мне показался рассказ таким прям душевным, таким приятным Я просто, я в восторге Спасибо огромное за ролик, я просто Я так рада, что он мне выставился в рекомендациях Спасибо, спасибо, спасибо Всё, оригинал будет в описании, ещё один оригинал тоже будет в описании Короче, все оригиналы в описании Поддержите авторов, поддержите переводчиков Всё, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok